В Екатеринбурге прокуратура подписала обвинительное заключение и передала в Чкаловский федеральный районный суд материалы уголовного дела по громкому общественно-резонансному ДТП с гибелью 8-летнего мальчика и тяжким травмированием его 10-летнего брата. Мы в свое время об этом очень сильно неравном бое рассказывали, но сегодня пресс-служба областной прокуратуры пролила совершенно новый свет на это ДТП, появились вот прям сенсационные подробности. Декорация такая. Сама авто-мото-катастрофа случилась 10 октября прошлого года в третьем часу пополудни на улице Димитрово, соединяющей Пархоменко с Челябинским трактом. Это в Нижнеесецком частном секторе. Но истоки этой трагедии корнями уходят в август прошлого года, когда папка двух братьев 8 и 10 лет от роду подарил им детский мини-питбайк Кайо Мини ЛФ110ЕА. Это можно не запоминать. Марка-питбайка не имеет принципиального значения. Главное в этой истории то, что папка взял сыновей честное слово, что они никогда за пределы их частного сектора на этом детском аппарате не выедут. И пацаны в августе дали слово, а 10 октября его не сдержали. Но опять же тут не только их вина. В тот день в их деревне, ну в смысле в Нижнеесецком частном секторе, отыскались два пацана, которые катались на скутере Хонда Дио Цеста. И видимо они предложили братьям на мини-питбайке покататься совместно. И мелкие пацаны от такого соблазна не удержались. И выехали за пределы, ограниченные договором с папкой. И вот в тот момент, когда два детских аппарата с четырьмя пацанами пересекали проезжую часть Димитрова поперек нее, на дороге показался французский бездорожник Peugeot 4007, пилотируемый 40-летним рулевым. Болид катился по Димитрова в сторону из Екатеринбурга, ну то есть в направлении Челябинского тракта, со скоростью, как было доказано экспертами, 111,3 км в час. А это вообще-то на секундочку черта города, и 60 никто не отменял. Рассказывая в октябре по горячим следам об этом замесе, мы сообщали, что со слов пежавода он будто бы ехал 60. Вот этот длинный черный тормозной путь, конечно же, несколько смущал, но мы же не эксперты. И тогда казалось, что пацаны пересекали дорогу в непроложенном месте, Peugeot ехал без превышения, в итоге болид экстренно тормознул, первый скутер успел проскочить у него перед носом, а вот братья на мини-питбайке попали в замес. Повылетали из сёдел и 8-летний парнишка, пассажир, при ударе об асфальт погиб на месте, а его 10-летний брат, рулевой, с тяжелой ЧМТ и с отчетанной травмой головы, туловища и конечностей, попал в 9-ю детскую больницу. И после излечения врачи признали вред, нанесенный его здоровью тяжким, а это, помимо гибели младшего брата, еще один уголовный состав. Нет, ну мелкие пацаны, конечно, сами виноваты, что поехали через дорогу в непроложенном месте, но следствие доказало, что виноват в гибели 8-летнего паренька и пежавод. Если бы он соблюдал скоростной режим в черте города, то, по версии экспертов, он смог бы избежать наезда на мини-питбайк с братьями. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пилот Peugeot вину свою признал в полном объеме. Ему вменили 264-ю часть 3-ю УК. Трезвое автоубийство одного человека, а это в пиковом случае до 5 лет зоны. Дело ушло в Чкаловский суд, ждем приговора, но думается, что неуголовное наказание самое страшное в этой трагедии. В этой, можно сказать, семейной трагедии. Уверен, и папка, купивший сыновьям мини-питбайк, и мама, разрешившая такой пацанский подарок, очень сильно о нем пожалели и сами наказали себя, как никто другой не наказал бы их извне. Субтитры создавал DimaTorzok